Раньше в блокчейне были майнеры, это те, кто предоставляли сети безопасность И получали за это монеты Были трейдеры, те, кто торговали монетами и получали вознаграждение или потери за то, что они торгуют монетами И были холдеры, те, кто свои монеты не продавал, а удерживал И по сути, своими действиями они приносили сети дополнительную безопасность Но кроме роста цены монеты, никакой дополнительной награды они не получали При этом майнеры могли быть как и трейдерами, так и холдерами То есть майнеры получали новые монеты за предоставление сети безопасности И они могли либо торговать этими монетами, либо удерживать эти монеты С развитием блокчейнов майнеры сменились на валидаторов Валидаторы приносят сети безопасность, за что получают награду в эмиссии новых монет Трейдеры тоже никуда не пропали Они как торговали монетами, так и продолжают ими торговать А холдеры стали не просто удерживать монеты, а стали делегировать их валидатором Холдеры стали стейкерами То есть они также продолжили удерживать свои монеты Но теперь они начали получать награждение за то, что они удерживают монеты И предоставляют сети дополнительную безопасность И быть стейкером или делегатором это намного более интересно, чем быть холдером Потому что стейкеры не просто удерживают монеты Не только получают награждение за предоставление сети дополнительной безопасности Но также они принимают участие в управлении сетью И по своей сути, что делегатор, что валидатор обладают абсолютно равными правами внутри сети И если с трейдерами и так все понятно, то давайте по порядку разберемся Кто такой валидатор и кто такой делегатор Начнем с того, что есть валидатор машина и валидатор человек Валидатор машина это компьютер с жестким диском, с оперативной памятью Который находится в связи с другими компьютерами И они все совместно хранят информацию и производят необходимые вычисления А валидатор человек следит за валидатором машиной То есть он содержит инфраструктуру Валидатор человек следит как за физическим состоянием валидатора машины Так и следит за установкой нового программного обеспечения Кроме всего прочего, валидатор человек принимает какие-либо решения Которые невозможно прописать в коде То есть внутри блокчейна есть консенсус И этот консенсус можно разделить на два вида Консенсус между машинами, который стопроцентный и обеспечивается кодом И консенсус между людьми, который в коде прописать нельзя Это договоренности между людьми о том, как сеть будет развиваться дальше И вот этот процесс прихода к консенсусу между людьми мы называем управлением сетью Управление сетью происходит при помощи создания предложений А после голосованием за эти предложения Но не только валидатор может участвовать в процессе управления сети То есть создание и принятие предложений Делегатор точно так же может участвовать в управлении сетью И так же создавать предложения И так же голосовать за эти предложения То есть весь процесс выглядит приблизительно так Валидатор содержит инфраструктуру для сети У него есть какое-то количество монет, которые он удерживает и не продает Чем приносит дополнительную безопасность сети А сеть выплачивает валидатору за предоставление безопасности награду То есть новая эмиссия монет отправляется валидатору Новая эмиссия монет распространяется по всем валидаторам Прямо пропорционально количеству монет, которые валидаторы удерживают Чем больше монет валидатор удерживает, тем больше монет он получит А делегатор это тот же самый валидатор, который не содержит инфраструктуры Он просто делегирует свои монеты валидатору То есть тоже удерживает эти монеты от продажи, чем приносит безопасность сети И точно так же получает вознаграждение от сети Ну а теперь простыми словами У нас есть валидатор Андрей и делегатор Борис Валидатор Андрей содержит инфраструктуру, платит за электричество, за интернет И удерживает тысячу монет И сеть будет платить валидатору Андрею 100 новых монет ежегодно А делегатор Борис тоже обладает тысячью монетами Но он не хочет содержать инфраструктуру Он приходит к валидатору Андрею и говорит Андрей, у тебя есть тысяча, ты с нее получишь сотню новых монет И у меня есть тысяча, давай я тебе тысячу своих монет заделегирую Ты получишь 200 монет, а сотню из этих монет мне вернешь А валидатор Андрей ему и отвечает Борис, ты конечно мой дружбан, все здорово придумал Но я вот здесь оплачиваю интернет, электричество, машину Я несу какие-то риски, я несу какие-то потери А ты просто три раза кнопку нажал Я тебе верну не 100 монет, а чуть-чуть поменьше Комиссия моего валидатора 5% Вместо сотни получишь 95% Согласен? Делегатор Борис может либо согласиться на условия валидатора Андрея Либо может сказать Ну Андрей, ты конечно со своими 5% перегнул Вон там есть валидатор Владимир У него не 5%, а 3% И я получу не 95 монет, а 97 Но все это экономическая часть блокчейна Которая относится к тому, как новые монеты распространяются по пользователям А вот есть социальная сторона блокчейна Которая заключается в управлении В процессе управления сетью Как валидатор, так и делегатор Могут создавать предложения И на самом деле предложение может быть любое Например, предложение может звучать так Давайте снимем-ка мы лодку И все валидаторы и все делегаторы На этой лодке отправятся в кругосветное путешествие Если это предложение будет принято То средства из пула сообщества отправятся на оплату совершения предложения То есть каждый блокчейн имеет свой комьюнити пул Так сказать, бюджет И средства из этого комьюнити пула Идут на покрытие расходов Которые приняты по предложениям Все то количество монет, которое заделегировано Или иными словами, находится в стейке Или иными словами, не находится у трейдеров И не торгуются на рынке Является ста процентами голоса И сила голоса каждого из участников Прямо пропорционально тому количеству монет Которые они заделегировали То есть тот, кто удерживает большее количество монет У того сила голоса больше После создания предложения Начинается процесс голосования за это предложение И как правило, валидаторы это ответственные люди Которые участвуют в голосовании за предложение Валидаторы могут голосовать за принятие предложения Против принятия предложения Либо они могут воздержаться Либо они могут не участвовать в голосовании Когда валидатор голосует за предложение, то считается, что он голосует не только своим стэком, но также стэком всех своих делегаторов. Если делегатор согласен с тем, как проголосовал валидатор, то в принципе делегатору уже и не важно голосовать, потому что его голос будет учитан точно так же, как голос его валидатора. Но если делегатор не согласен с тем решением, которое принял его валидатор, то делегатор может проголосовать по-иному. Например, если валидатор Андрей проголосовал за то, чтобы арендовать лодку и отправиться в кругосветное путешествие, а делегатор Борис не согласен с этим решением, он может проголосовать против принятия такого предложения. И тогда за принятие предложения будет учитываться стэк валидатора Андрея, а против принятия предложения будет учитываться стэк делегатора Бориса. Именно поэтому делегаторам важно знать то, как голосует их валидатор, так как если они не согласны с решением своего валидатора, то им также надо принять участие в голосовании, чтобы выразить свою волю. Так как большинство участников блокчейна мало осведомлены о том, как происходит процесс принятия решений, получается, что порядка 70-80% делегаторов вообще не принимают участия ни в каких принятиях предложений. То есть получается, что за них голосуют их валидаторы. Более того, не все делегаторы осведомлены о том, что они точно так же могут создавать предложения и принимать участие в обсуждении этих предложений, принятии или отклонении этих предложений. И третий момент, который достаточно важный, это то, что не все валидаторы ответственно относятся к принятию предложений внутри сети. Некоторые валидаторы не участвуют в голосованиях, а это значит, что не участвуют в голосованиях не только эти валидаторы, но также и их делегаторы. С другой стороны, если валидатор не принимает участие в голосовании, а его делегатор принимает участие в голосовании, то система все равно учитывает то, что делегатор волей заявился. По своей сути, в создании и голосовании за предложение есть реализация той электронной демократии, о которой мы все так давно и мечтали, но в блокчейне она имплементирована. Как правило, валидаторы не только приносят сети безопасность, но также приносят иные формы пользы для развития как самой сети, так и сообщества. И пускай иногда делегаторам кажется, что самое выгодное это заделегировать свои средства валидатору с минимальной комиссией, на самом деле намного выгоднее делегировать средства тому валидатору, который приносит больше всего пользы сети и сообществу. Например, есть валидатор Андрей и у валидатора Андрея нулевая комиссия. Это значит, что валидатор Андрей не возьмет с делегатора Бориса никаких средств за то, что Борис заделегировал средства валидатору Андрею. То есть, как было в нашем примере, если у валидатора Андрея есть тысяча монет и он получит от сети 100 монет, а у делегатора Бориса есть тысяча монет, которые он заделегировал валидатору Андрею, то он точно так же получит 100 монет. И, например, есть валидатор Валентина. Валидатор Валентина занимается помощью сообществу. Она пишет программный код, создает полезные тулзы и ведет сообщество. Но комиссия валидатора Валентины целых 5%. То есть, в нашем примере, если делегатор Борис делегирует свои средства валидатору Валентине, он получит не 100 монет, а всего 95. Но при этом валидатор Андрей после получения награды от сети продает свое вознаграждение, чем сбивает курс монеты все ниже и ниже. А валидатор Валентина, несмотря на то, что берет дополнительную комиссию в 5%, тратит свои монеты на развитие сети. Она делает сеть более юзабельной. То есть, она привлекает новых пользователей и она создает новые инструменты для работы с блокчейном, что повышает цену монеты. В итоге, когда делегатор Борис отправляет свои средства в стэк валидатору Андрею, он получает 100 монет, но цена этих монет низкая. А когда делегатор Борис отправляет свои монеты в стэк делегатору Валентине, он получает 95 монет, но цена этих монет высокая. Поэтому не стоит думать, что чем меньше комиссия валидатора, тем больше вы получите. Вы получаете больше тогда, когда вы делегируете валидатору, который приносит пользу как сети, так и сообществу. Но самое интересное то, что создатели проекта периодически мотивируют делегаторов принимать участие в процессе голосования. Например, Осмозис при совершении своего стейк-дропа раздавал не только Осмо, но и монету Айон. И монета Айон досталась именно тем делегаторам, которые принимали участие в голосовании. Так что, принимая участие в голосовании, вы не только влияете на судьбу развития сети, но также, возможно, получаете какие-то бонусы в будущем. Ну и как всем, наверное, понятно, здесь, на канале Форклок, также происходит некоторое голосование за видео. И когда вы ставите лайк, вы тем самым поддерживаете видео. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал Форклок, а самое главное, оставьте свой комментарий, принимаете ли вы участие в голосованиях или не принимаете. Желаю вам приятного стейкинга, а я пойду заделегирую валидатору Валентине. Субтитры сделал DimaTorzok